Рад всех приветствовать. Большое спасибо всем тем, кто нашел время и возможность присоединиться к нам и прийти на эту первую водную встречу. Кратко представлюсь. Меня зовут Артем Малых, я удмуртский активист, руководитель МАФУН Академии, инициатор этого проекта. И сегодня я сделаю небольшой обзор того, каким будет этот образовательный проект, этот онлайн-курс. Расскажу о его составе, расскажу немножко о той концепции, которую я и мои коллеги закладывали при его создании. Ну и расскажу о том, как будет этот курс устроен. В частности, расскажу о том, как работает платформа, на которой мы собираемся выкладывать все образовательные материалы. Немножко, пару слов скажу вам по поводу того, в каком формате я буду сегодня рассказывать и сообщаться с вами. Я сделаю такое небольшое вступление, наверное, на 25-30 минут, и все это время я буду рад получать от вас комментарии в чат, вопросы. После, я думаю, что я почитаю эти вопросы и пообщаюсь с вами, послушаю с удовольствием ваши вопросы, замечания, какие-то предложения по этому курсу, что вам интересно, почему вы пришли на него, что бы вы хотели услышать и так далее. Я еще кратко вам скажу о том, что мы эту лекцию, это мероприятие записываем, вот, и мы выложим по завершении, и после того, как обработаем запись, выложим обязательно на YouTube-канал вот это, как бы, вводное занятие, вводный семинар, но сразу оговорюсь, что туда не войдут содержание нашего чата, вот, поэтому, ну, можете как-то быть, скажем так, спокойны по поводу того, там, как бы, что мы можем обсуждать, да, какие вопросы мы можем задавать. Итак, я вижу, что у кого-то есть проблемы, если есть проблемы, да, то попробуйте еще раз зайти по этой же ссылке, ввести пароль. Бывает, что проблемы возникают на вашей стороне, исходя из того, какое у вас качество интернет-соединения в настоящий момент, насколько нагружена сеть и так далее. Вот, ну, в целом, в принципе, да, большинству, насколько я понимаю, все достаточно хорошо видно и слышно. Ну что ж, давайте приступим. Значит, этот курс называется «Финаугры России в 20 веке. Язык. Права человека. Власть». И он будет проходить в онлайн-формате в течение примерно двух месяцев. Он состоит из девяти занятий, которые включают в себя как лекции, так и семинары, и даже коллоквиум. Условно, содержание этого курса можно разделить на два блока. У нас будут лекции такие, скажем, исторические, которые будут касаться каких-то конкретных событий, процессов, преобразований, таких исторических век. И мы будем смотреть на то и обсуждать вместе с лекторами, вместе с вами, как эти конкретные события, исторические процессы, изменения влияли на наши народы, уральские народы. Какое дальнейшее направление развития они получили в связи с этими событиями. И у нас также будет небольшой второй блок. Я условно его называю тематический блок. Это три лекции с оптикой взгляда трех дисциплин. Это будет демография, это будет социология, и это будет лингвистика в широком таком смысле. Это будет социологистика и языковая политика. Мы посмотрим на разные аспекты истории финно-угор в 20 веке через призму вот этих трех дисциплин. Мы посмотрим на то, как изменялся социально-политический статус финно-угорских народов в течение последних трех десятилетий через призму социологии. Мы посмотрим на то, какие глобальные преобразования произошли с точки зрения демографии с финно-угорскими народами. Как менялось соотношение рождаемости и смертности, как миграции повлияли на численность состав финно-угорских народов, как повлияли межнациональные браки и вообще брачность как категория демографии. Мы обсудим, собственно, что происходило с процессами идентификации финно-угоров и насколько ассимиляция важный фактор, влияющий на численность и состав финно-угорских народов. И мы также посмотрим на то, что произошло с финно-угорскими языками за это столетие. С точки зрения социолингвистики мы посмотрим на то, какие языковые идеологии использовались и продвигались властью в XX веке, каково было соотношение языковых идеологий в отношении финно-угорских языков и русского языка. И мы посмотрим на то, какие меры государственной политики применялись в отношении финно-угорских языков и других языков коренных нерусских народов. Итак, я вижу, что достаточно много комментариев по поводу качества трансляции и так далее. Коллеги, значит, наверное, мы советуем пользоваться веб-версией. Приложение тоже должно работать. Попробуйте, может быть, еще раз зайти. Я вижу, что у кого-то есть проблемы. Еще раз хочу повторить, что это в большей степени не системные проблемы, а проблемы на отдельных устройствах или проблемы отдельных подключений. Мы со своей стороны сожалеем, что вам приходится с этим сталкиваться, но тем не менее ситуации очень индивидуальные. И вот как мы видим, у кого-то все работает, у кого-то напротив есть какие-то проблемы. В любом случае будет запись этого небольшого семинара. Вы сможете ее посмотреть при необходимости позже, если вдруг сейчас совсем плохое качество, вы не слышите. Ну и там будет презентация. Я думаю, что даже без звука по презентации в принципе понятно, что я хочу вам рассказать сегодня. Итак, я бы еще кратко хотел вам сказать о том, что такое Мафун Академия и что такое вообще Мафун. Мафун — это старейшая и единственная международная молодежная ассоциация, которая объединяет общественные организации финно-угорских и самодийских народов, как России, так и европейских стран, в которых проживают финно-угры. Это такой важнейший системный участник финно-угорского движения. Мафун появилась в 90-м году, и можно сказать, что такое всемирное финно-угорское движение в его современном виде, оно вот именно тогда как бы рестартовало после открытия границ, после того, как страны бывшего Советского Союза стали вновь как бы открываться миру, тогда же и возобновилось всемирное финно-угорское движение, и тогда в самом начале и возникла наша ассоциация. И у нас на данный момент, наверное, два таких опорных, ключевых или якорных проекта. Один из них — это проект, который мы делаем в сотрудничестве с организацией «Уралик» из Эстонии, которая называется «Культурная столица финно-угорских народов». Это проект уже с достаточно длительной историей, если я не ошибаюсь, порядка 10 лет. Проект, который преследует цели популяризации территорий, проживания финно-угорских народов, развития территориального брендинга у финно-угров. И это такая, в каком-то смысле, аналог известной европейской программы «Культурная столица Европы», но перенесенной на финно-угорский контекст, когда одно из поселений, населенных пунктов, мест традиционного проживания финно-угров на год становится таким своеобразным центром финно-угорского мира, столицей финно-угорского мира и берет на себя миссию проведения разного рода культурных мероприятий, просветительских, образовательных, которые, с одной стороны, рассказывают об этой территории и о живущем на ней народе, с другой стороны, вообще, в принципе, показывают палитру и многообразие культур, языков, традиций финно-угорских народов. И вот буквально в эту субботу состоялась церемония открытия культурной столицы финно-угорского мира 23-го года, и этим поселением стало местечко Кухмо в Финляндии. Вы можете поискать информацию, увидеть сюжеты и публикации о том, как это происходило, в какой теплой атмосфере это все проводилось. И эта программа для нас действительно важная. Мне кажется, она выполняет очень важную такую просветительскую и гуманистическую функцию. Ну, а наша программа называется «Мофон Академия». Она появилась там впервые, мы стали делать ее в 16-м году. С разной степенью интенсивности она шла все эти годы вплоть до настоящего момента. Это образовательная программа, которая направлена на популяризацию знаний о финно-угорских народах, их языках, культурах, истории, а также для обмена опытом между активистами. Вот все предшествующие годы, можно сказать, что наш основной фокус был связан с языками и с тематикой ревитализации языков. Мы часто давали площадку для всяких нефино-угорских активистов и нефино-угорских языков, которые нам были интересны, чей опыт нам был интересен. У нас выступал активист бретонского языка, это такой региональный язык из Франции. У нас выступал активист, который занимается правами басковского языка, это такой язык коренного населения Испании. У нас были лекции про, например, региональный язык в Латвии, латгальский и так далее. То есть вот тот контекст, который нам кажется полезным, это опыт других меньшинств, других региональных языков, других коренных языков по усилению своей позиции, по ревитализации, по борьбе с языковым сдвигом. Это все у нас было очень востребовано, и мы много делали лекций, вебинаров об этом. И если вы подпишетесь на наш канал в YouTube, вы увидите, как много лекций у нас посвящены именно этой тематике. В этом году мы решили сделать, впервые попробовать такой комплексный и целостный проект по, скажем так, исторической проблематике, потому что мы прежде этого никогда не делали, и кажется, что в принципе в сфере популяризации финографических знаний именно в этой области сделано очень мало. То есть есть, естественно, публикации, конференции, но вот так, чтобы мы могли какой-то широкой аудитории рассказать о том, какой была история финно-угорских народов, как повлияли какие-то известные события, которые считаются там общероссийскими или общесоветскими, какое конкретное преломление они имели для вебсов, хантов или бисермян, этого, конечно, вот в таком формате онлайн-курса для широкой аудитории этого не было, и в этом наш проект такой уникальный, и это наш первый опыт, и поэтому нам очень важно будет, чтобы вы участвовали в нем, как бы вам сказать, ну, открыто и заинтересованы, и давали нам обратную связь по поводу этого проекта, по поводу его тем, по поводу того, насколько темы актуальны, по поводу того, какая подача используется по этим темам, и мы вам будем за эту обратную связь благодарны. Ну, и самое время поговорить о том, какая же концепция у этого курса. Этим курсом мы хотим запустить обсуждение того, каким же был 20-й век для фенограф России. Я вот как бы переначал и ссылаюсь на формулу такого известного немецкого историка Эрика Хоббсбаума, который называл 19-й век долгим, да, для нас, для фенограф России, наверное, определяющим был все-таки 20-й век, потому что, ну, во-первых, этому веку мы наследуем, и мы наибольшей степени как бы живем в той ситуации, которая была задана 20-м веком, процессами, проблемами, перспективами, повесткой борьбы 20-го века. Поэтому это все для нас очень живо, актуально, и та конфигурация, в которой мы находимся, в разных измерениях и плоскостях, социально-политической, социально-экономической, демографической и так далее, это все определяется событиями, в большей степени определяется событиями 20-го века. Нам интересно посмотреть и вместе с вами поизучать то, как изменились общества, язык, идентичность и вообще сама структура, структура наших народов в 20-м веке, в веке поистине революционных преобразований и масштабных перемен. Я думаю, с этим никто не поспорит, что перемены и преобразования 20-го века, они, конечно, ни с чем не сравнимы. Это и такая массовая демократизация, и появление массовых обществ, это и процессы массовой урбанизации, когда миллиарды населения Земли переходили с сельского образа жизни на городской, переезжали из сел в города. Это и индустриализация, и вообще такой стремительный технический прогресс. Это и создание современных обществ, современной политической структурой, неким стандартом, который уже по умолчанию воспринимается представительная демократия, демократические институты в той или иной степени. Это и такие концепции социального государства, и начало массового образования, что тоже чрезвычайным образом повлияло, в том числе, на наши народы, и дало основания для того, чтобы наши народы стали иначе участвовать в социальной мобильности, и они наконец-то получили доступ к социальным лифтам, которых не было в предшествующей эпоху императорской, царской России. Нам интересно обсудить и порефлексировать о том, с какими приобретениями и потерями мы вышли из 20 века, какой опыт 20 века является для нас положительным, и в чем мы можем пытаться его продолжать и углублять, какие явления, решения являются для нас ошибочными, проблематичными и так далее. И нам интересно на этом курсе порассуждать о том, как трагедии 20 века, такие как, например, коллективизация, голод по Волжье и Прикамье, депортации многих народов, в том числе финно-угорских народов, среди которых финны, германланцы, и жора, водь, и разные преобразования, попытка построения социалистического хозяйства, перевод народов, ведущих кочевой образ жизни, оседлый образ жизни, как все вот эти масштабные опыты социальной инженерии задали некую колею, в которой мы находимся и по которой мы движемся в своей истории и продолжаем движение уже сейчас, в 21 веке. И немаловажный вопрос не только, что с нами произошло, но и то, как мы смотрим на эти изменения, как мы вообще смотрим на свой собственный опыт исторический и какой язык, оптику взгляда мы унаследовали из 20 века и перенесли в современность. Насколько повестка движений 20-х годов, например, актуальна для нас сейчас, насколько требования 10-х, 20-х годов для нас могут быть реактуализированы в настоящее время, или нам нужно формулировать какой-то совершенно иной язык в совершенно другой парадигме и с участием совершенно другого общественно-политического словаря. И поэтому, подытоживая такой, как бы, мой рассказ о концепте этого курса, я бы сказал, что его задача это формирование такого этно-специфичного и децентрализованного взгляда на влияние социально-экономических процессов, реформ и мер государственной политики. Нам интересно на этом курсе показать, какое конкретное влияние на наши народы, на наши территории имели те или иные исторические события, потому что для наших народов они были определяющими, да, и эта специфика, ну, на наш взгляд, не должна опускаться из виду, и эта специфика, она в каком-то смысле и составляет содержание там этих масштабных исторических изменений для наших народов именно. Этим курсом мы хотим усиливать такую, как бы, междисциплинарную связь между, скажем так, финоугроведением, финоугроведческими дисциплинами и какой-то конкретной предметной областью и такими общественными науками, как социология, история, демография. Нам было бы интересно представить в этом курсе такую комплексную интерсекциональную перспективу, то есть показать, что опыт финоугорских народов это такой опыт сложных пересечений и нам интересен вот этот взгляд на стыки разных как бы социальных ролей и измерений, который на самом деле релевантен для наших народов, но очень редко описывается именно в таких терминах. Да, я приведу пример. Советские крестьяне в большинстве своем возьмем территорию в большей степени РСФСР, там может быть не могу сказать по поводу Центральной Азии, но вот РСФСР, Украинская ССР и так далее, как бы европейская часть Советского Союза, да, советские крестьяне вплоть до 60-х годов не имели паспортов. И вот такое решение, оно существенным образом ограничивало социальную мобильность советских крестьян. Например, это служило преградой для того, чтобы например, молодой человек из ребенок крестьянской семьи, колхозной семьи, семьи колхозников, чтобы он мог поехать поступать в какой-то другой город, в ВУЗ, потому что он не мог получить место в общежитии этого ВУЗа для того, чтобы находясь в этом городе сдавать экзамены для поступления в этот ВУЗ. И вот условно, если для представителей большинства это ограничение такое социальной мобильности главным образом из-за социально-классового фактора, то в случае с финно-угорскими народами, конечно, еще накладывается национальный фактор, когда 70-80% населения составляют крестьяне, получается, что социальная мобильность ограничена у 70-80% представителей данного этноса. Соответственно, какой репрезентативности в других сферах, кроме сельского хозяйства, может идти речь у представителей этих народов. Как представители этих народов могут оказаться среди технической интеллигенции или бюрократии на местном уровне. Эти перемещения, такая мобильность чрезвычайно затруднена. А если мы говорим не только о крестьянине феномогре, но если мы говорим о женщине, о крестьянке из числа финно-угорских народов, это уже третья перспектива гендерная получается. И вот такое рассмотрение ситуации конфигурации процессов и событий в такой сложной перспективе разных социальных категорий нам представляется очень важным. И повторюсь, это интерсекциональная перспектива мне кажется может открыть много всего интересного и важного в плане понимания факторов, влияющих на положение финно-угорских народов и исторически влиявших на положение финно-угорских народов. Задача этого курса еще и рефлексии истории 20 века, в том числе его трагедии и такое переживание и присвоение этих трагедий. Я думаю, что будет справедливым сказать, что даже мы внутри вот такого финно-угорского сообщества не рефлексируем репрессии в части национальной интеллигенции или депортации родственных народов или, например, депортации раскулаченных как какие-то трагедии, имеющие национальные измерения. Я думаю, что эти темы очень часто находятся вне зоны нашего внимания. Я думаю, что мы о них знаем недостаточно полно и, соответственно, выводы, которые мы делаем и рассуждения, которые мы строим, они оказываются достаточно неполными из-за того, что мы вот такие важные темы и сюжеты своей истории пропускаем и игнорируем в своем взгляде. Задача этого курса состоит в том, чтобы сформировать некий субъект взгляда на историю феноморских народов и, знаете, некоторого владельца в кавычках, когда ведь в конечном итоге наш взгляд на историю достаточно сильно ангажирован и ангажирован всегда такой позиции, с которой мы смотрим на эту историю. И на наш взгляд мы очень редко, а может быть, никогда не давали себе права посмотреть на историю 20 века глазами представителя своей общности. Мы никогда не смотрели на это тем взглядом, который бы мог поместить нас в контекст этой истории сказать 20 век для моего народа был таким. Вот это событие в истории 20 века для моего народа имело такое влияние. Например, коренизация для моего народа была самым главным достижением 20 века. А, например, ликвидация неперспективных деревень была одной из огромных трагедии моего народа. И формирование этого субъекта взгляда, мне кажется, это интересная задача долгосрочная. И если на этом курсе мы попытаемся сформировать само место, с которого мы смотрим на историю 20 века, саму такую позицию, то это будет нашим большим вкладом в финал мгроведение и вообще в наше общественное пространство. и я думаю, что каким-то финальным итогом обучения на этом курсе, тех дискуссий, которые будут на этом курсе возникать, будет в конце концов то, что мы приблизимся к некому вопрошанию о судьбе субъекта этой истории. Наши народы сейчас в каком статусе? Они субъекты истории или они уже участники истории в каком-то другой категории? Мы еще народ как некая целостность и такая социальная единица или мы уже только этнографические единицы? У нас есть какие-то общие цели, устремления, какое-то общее пространство у каждого из наших народов. Можно о любом своем народе выпрошать. Или мы существуем как народ только в качестве строчки в номенклатуре переписи населения. То есть когда происходит перепись населения и нас классифицируют. Вы Мардваерзе. Даже не просто а именно Мардваерзе. А вы Марийцы и мы действуем и реализуем себя как Марийцы. Только в этот момент записываясь Марийцами, когда нас об этом спрашивают. Вот я думаю, что такой вопрос неминуемо будет стоять на фоне всех тем и сюжетов нашего курса. Я уже говорил о том, что по структуре мы видим, что курс будет устроен как сочетание двух блоков исторического и тематического. я вам сейчас показываю слайд, где у нас перечислены лекции и семинары нашего курса. Здесь тоже указаны даты. Я еще потом пройдусь по Я пройдусь еще по каждой теме, прокомментирую, какого содержания можно ожидать. И пару слов скажу вам о том, как будет организован этот курс в такой организационно-технической части. Наверное, вы уже столкнулись с тем, что мы рассылали приглашение на онлайн-платформу, которая называется Каджаби. Это глобальный поставщик решений в области онлайн-образования. Достаточно удобный сервис для построения онлайн-курсов. Мы решили поэтому им воспользоваться. С ним существует одна проблема. Он недоступен в России, если не пользоваться VPN. По аналогии со многими другими сервисами международными, они сейчас свой доступ для России закрыли. Но через VPN может быть доступен. Тем не менее, мы ценим всех наших участников, независимо от того, откуда вы и какие у вас возможности для доступа есть. Поэтому главное наше пространство будет происходить на этой платформе посредством онлайн-трансляции лекций и семинаров в этом клик-митинге. Поэтому прошу вас как-то разобраться. И если у вас есть вопросы по его использованию и технической настройке, не постесняться написать нам на почту на указанном слайде. Мы постараемся вам все разъяснить, чтобы вы могли нормально пользоваться и раз в неделю приходить на наши семинары, лекции и без проблем их слушать и смотреть. Вот. А Каджаби значит вот тут есть адрес главного сайта. Он будет использоваться, ну для тех, у кого есть доступ там, как бы вы можете пользоваться всем. Там будут размещаться анонсы лекций семинаров. Там сейчас уже неким образом структурированы наши лекции. И там же будут размещаться материалы этих лекций и семинаров. А для тех, кто Каджаби не имеет доступа, мы подумаем над тем, как реализовать для вас доступ к материалам лекций и семинаров, соответственно. Вот. Но хочу всех уверить, что более-менее условия будут для всех одинаковые. Также хочу прокомментировать, что мы для удобства в расписании там своих лекций и семинаров используем московское время, поэтому имейте в виду, все находятся в разных часовых поясах. И вот как бы для россиян московское время такой удобный ориентир. И вот на слайде указана наша почта для связи, не стесняйтесь, пишите туда по любым вопросам. Я вижу, что люди нам уже сегодня написали активно, если у кого-то были проблемы с доступом. Так что, пожалуйста, не стесняйтесь, всем поможем, подскажем и так далее. вот так выглядит главная страница курса на Каджаби и вот так выглядит у нас как бы структура самого курса внутри Каджаби, когда вы уже авторизовались там и ходите по площадке, изучаете материалы. Ну и как обещал, пару слов о том, какие у нас будут лекции и семинары. С первой на коллективизации в Угмуртии еще оговорюсь такой момент, у нас тема очень широкая, да, финаугры России в 20 веке и, конечно, там под эту тему может попасть как-то бесчисленное количество тем, сюжетов, самое главное народов и регионов, да, естественно, мы в своем небольшом курсе в 9 лекций не можем там рассказать о каждом народе или о каждой территории или о каждом каком-то существенном событии. Поэтому мы старались выдержать некий такой баланс представленности, чтобы у нас были там и условно пермские народы представлены и прибалтийско-финские в разных лекциях и обские угры и самодийские народы, ну, нам не думаю, что идеально его удалось этот баланс выдержать, но так или иначе в какой-то степени он присутствует, хоть и не идеальный. Набор также спикеров определялся наличием специалистов соответствующих их там готовностью, способностью выступать. и да, и поэтому вот некоторые темы, конечно, они будут специфичные, да, особенно по истории, то есть вот тема коллективизации в Удмуртии, она будет конкретно про Удмуртию, Удмуртов, но тем не менее я думаю, что как бы оптика взгляда, которую вы усвоите из этой лекции, она будет как бы полезной в каком-то смысле транслируема и для других там народов, ну как минимум по Волжье. Вот первая лекция будет посвящена, она уже через неделю пройдет, будет посвящена коллективизации в Удмуртии и здесь лектор расскажет о том, как проводилась эта политика в Удмуртской автономной области, как на нее реагировали удмуртские крестьяне, как они сопротивлялись ей и какие последствия коллективизация имела для социальной структуры удмуртского крестьянского общества, сельского хозяйства региона и вообще демографии удмуртского народа. Я бы свое мнение выразил, мне кажется, что коллективизация она привела к разрушению институтов крестьянского самоуправления и в конечном итоге она разрушила такие важные межобщинные как бы связи удмуртской общине, как бы разрушив некую целостность удмуртской общины, удмуртской крестьянской среды. Следующая тема будет посвящена депортациям ингерманландских финнов. Ингерманландские финны, это коренное население Петербурга и Ленинградской области, во время Второй мировой войны оказались как бы между молотом и наковальней подверглись депортации со стороны обеих противоборствующих сторон дважды, а после войны уже, когда они вернулись на территорию Советского Союза, они были репрессированы, превращены в народ изгой, и это привело не только к невосполнимым потерям среди самих ингерманландских финнов, но и разорвало их связь со своей землей, стало триггером отказа от своего языка и удару по престижу собственной национальной идентичности, ну и конкретнее обо всем этом и о последствиях, наверное, самое главное, о депортации расскажет Владимир Кокко, он кандидат экономических наук, известный лектор по теме германландских финнов и заместитель председателя общества Инкерин Литто. Следующей лекцией будет лекция о национальных движениях конца 80-х начала нулевых годов и о всемирных финно-угорских конгрессах. Это будет такая двойная лекция, лекция сплит, ее проведут историк из Эстонии Як Прозес и один из участников финно-угорского движения, бывший член консультативного комитета финно-угорских народов Андрес Хейнапу. Почему для нас интересно национальное движение вот этого периода? Главным образом, потому что это была такая короткая вспышка национального ренессанса и тогда казалось, что можно заново формулировать свои требования, составлять какие-то прожекты, добиваться большей автономии, части защиты своих прав, языков, культур. и я бы сказал, что на мой взгляд принятие такой федеративной модели построения взаимоотношений между субъектами федерации в России в 90-е это во многом заслуга национальных движений, не только финно-угорских народов, естественно, но вообще национальных движений Советского Союза, РСФСР. Вот, и во многом сам язык, в котором мы сегодня мыслим о правах народов, об автономии, о защите родных языков, о статусе государственных языков, о федерализме и так далее, сам язык, он унаследован нами вот из национального движения и 80-х, 90-х. И Як-Прозес покажет, как эти движения функционировали, как они набирали массово сторонников, как они взаимодействовали с властью, чего они добились и как они неминуемо пришли или минуемо и случайно пришли к такой ситуации стагнации и, наверное, краху. Ну, и вот Андрес Хейнап, он расскажет о всемирных финно-угорских конгрессах, почему эта тема здесь тоже фигурирует, потому что с самого начала вот такого ренессанса конца 80-х, начала 90-х, финно-угорское национальное движение, оно сразу имело в качестве второго измерения национальные движения финно-угорских народов, они в качестве второго измерения имели сразу такую общую финно-угорскую тематику. В самом начале 90-х появились всемирные финно-угорские конгрессы по самым разным темам, на самых разных уровнях, и идеи финно-угорского сотрудничества, финно-угорской кооперации очень глубоко были пронизаны все 90-е, 2000-е годы, да и в десятых, и даже вплоть до последнего времени, наверное, по инерции достаточно много всего делалось именно в таком финно-угорском разрезе. И поэтому это тоже такой период надежд, период веры в то, что финно-угорская кооперация может дать дополнительные ресурсы, силы и источники для деятельности. Поэтому мы поговорим о финно-угорских конгрессах. Следующей темой будет такая лекция обзорная по демографии финно-угорских народов. Она будет из двух частей состоять, потому что там много материала. Лектор, автор монографии по демографии народов по Волжье, автор публикации по демографии народов по Волжье. И Александр Орлов, он рассмотрит главным образом период второй половины XX века, и последние 30 лет в том числе, рассмотрит, как менялось соотношение рождаемости и смертности у финно-угорских народов, как на положение финно-угорских народов влияли миграции и какую роль играют такие факторы идентификации и ассимиляции у финно-угорских народов. Ну и также мы, конечно, в рамках этих лекций обсудим итоги последней переписи населения 2021 года, итоги, объявленные в части национального состава Российской Федерации. Следующим мероприятием будет у нас такой семинар по социологии. Мы рассмотрим тоже последние 30 лет российской истории и посмотрим, как в эти 30 лет менялись финно-угры России с точки зрения социологии, и что происходило в части социальной мобильности, высшего образования, участия в органах власти, как менялась социальная структура наших народов. Вот обо всем этом мы поговорим в формате семинара с кандидатом социологических наук Алексеем Кимовичем Конюховым. У нас будет лекция о моделях образования для коренных народов Севера, которую проведет антрополог Александр Терехина. Здесь, я бы сказал, интересно, как вообще советская власть на протяжении вот этого столетия подходила к народам, ведущим кочевой образ жизни, как пыталась их седентаризировать, то есть перевести на оседлый образ жизни, какие вообще модели взаимодействия и работы с ними она применяла, как стремление реализовать обязательность общего образования вылилось в то, что советская власть стала создавать интернаты и форсировать отправку детей коренных народов в интернаты и как бы изъятие их из семей и то, какие последствия это вызвало у коренных народов Севера. Вот и, собственно, изменения и поиск какой-то более гуманной, гибкой модели для образования групп населения, которые ведут такой, как бы, кочевой образ жизни по сей день, поиск моделей, он будет тоже обсуждаться на этой лекции с антропологом Александром Терюхимом. Ну и два последних таких мероприятия нашего курса будут посвящены социолингвистике и языковой политике. Два таких известных специалиста, оба Удмурта, кстати, будут в такой тоже сплит-лекции. Они рассмотрят Светлана Идегарова-Монтелли, рассмотрят историю пермских языков, то есть коми, коми пермянского и удмуртского в 20-х-50-х годах. Рассмотрят, как бы, какое языковое строительство велось в этот период, какая была языковая идеология, то есть какую языковую идеологию продвигала власть в отношении этих языков, в отношении того, какое место в иерархии языков занимают эти языки по отношению к русскому, какие вообще взаимоотношения русского и этих языков. И во второй части Константин Замятин, исследователь языковой политики, сделает краткий обзор того, какую языковую политику СССР вел в отношении финно-угорских языков и обсудит какие-то ключевые вехи и меры, которые повлияли на социитальный статус финно-угорских языков, на отношение самих носителей, говорящих к своим языкам и на место языков в институциональной среде. И последним мероприятием будет коллоквиум по этим темам, по социолингвистике, языковой политике в отношении финно-угорских языков. Наши лекторы заранее дадут некое задание, скорее всего, это будут какие-то... Нужно будет почитать какие-то тексты и подготовить и посмотреть некоторые кейсы. И вот на коллоквиуме мы уже непосредственно это пообсуждаем. У меня на этом все. С таким представлением курса я буду рад ответить на ваши вопросы и прокомментировать какие-то ваши замечания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова